Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Вчера я выпустил ролик, сообщил вам, что армянская армия создает боевые позиции. Они роют здесь окопы недалеко от города Шуша, в Шушикент есть. Вот, как раз красной точкой этот город указан. Азербайджанцы открыли предупредительный огонь по армянам, которые стали рыть окопы, окапываться там. Но они огневые точки там, как сказать, сооружают, чтобы обстреливать потом азербайджанцев. А город Шуша, как сказал Ильхам Алиев, уже будет заселяться в конце этого года переселенцами. А тут армяне уже начали боевые позиции строить. И вот последняя новость, уже вообще тут зря навод выходящая. Азербайджанские военные остановили и развернули в обратном направлении колонны российских миротворцев. Начинается уже конфликт азербайджанской армии с российскими миротворцами. В зоне безответственности миротворцев очередной инцидент, о котором Минвал АЗ сообщили информированные источники. Накануне на контрольном пропускном пункте азербайджанская армия была остановлена для осмотра колонны российских миротворцев. В составе, вот они тут, эти БМП, ну вот так колонны двигаются, да, перевозят оружие, снабжение, и она была остановлена. Вот как раз статья. В Карабахе задержана колонна российских миротворцев. На территории Азербайджана временно под контролем российских миротворцев пересечена попытка несанкционированного провоза оружия. Оказывается, называемые миротворцы, в кавычках, возят контрабанное оружие в Карабах и снабжают их армян, вооружают, вернее, автоматами Калашникова. Ну вот, колонна российских миротворцев, следующая через Агдам по маршруту Аскерана к Дерри, была остановлена для досмотра на КПП Азербайджанской армии. Отмечается, что в одной из машин было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова, представляете, спрятанные Калашниковой под брезентом были. Поскольку миротворцы пытались провести оружие-барипасы без документов, а вообще без документов, контрабанное, колонне было запрещено продолжать путь, и она была отправлена обратно, назад. Представляете, азербайджанцы начали останавливать называемых российских миротворцев и отправлять их назад, вместе с их вооружениями, снабжениями. Надо было конфисковать, незаконное оружие надо конфисковать и показывать по телевизору, что вот, российские миротворцы занимаются контрабанное оружие и снабжают армян, которые потом обстреливают из этих автоматов азербайджанские вооруженные силы. И вот тут последняя информация называется «В зоне безответственности российских миротворцев». Директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили в беседе с Минвалозе заявил, что происходит в последнее время российско-азербайджанских отношениях, именно после заявления Ильхама Алиева в адрес российских военных в Карабахе. Все становится очень ясно. По его словам, особенно Россия, Азербайджан и Армении известно, что статус российских войск в Карабахе зависит от настроения президента Алиева. Пока глава Азербайджана называет российских военных, находящихся в Карабахе миротворцами, они будут считаться таковыми, а в тот день, когда он перестанет называть их миротворцами, максимальный их статус можно будет назвать как оккупанты в Карабахе, которые, ну, в общем, мягкая оккупация Карабаха. Это правильно звучит, что они миротворцы, они оккупируют Карабах в такой, как за путинской мягкой силе. Они превратятся в них, если не выйдут оттуда. Но мы все знаем, что Азербайджан настроен предпринимать очень конкретные шаги. Пока еще Баку очень терпимо относится ко всему происходящему. Но есть определенный рубикон красной линии, к переходу которого российская и армянская страна опасно приблизились. Последнее заявление о президенте в том, что случилось на Меднино КПП, показывает, что мы все близки к этому рубикону. Он подчеркнул Алили, все правильно, потому что уже перешли рубикон, российские называемые миротворцы, если уже не возят контрабанное оружие с боеприпасами, там еще и патроны, конечно, и все. И снабжает армян, так они, значит, подогревают конфликт на этой территории, как сказать, Карабаха. Это специально все делается. А зачем все делается? Чтобы дальше были военные отношения между Арменией и Азербайджаном. Армения будет отстреливать, Азербайджан будет отвечать, конфликт будет подогреваться. Еще три года, ребята, два года все прошло. Еще три года этой хрени будет происходить в Карабахе. Это Ильхам Алиев, говорю, два года терпел, он понимает, уже нервы на пределе, что-то надо делать уже. Потому что если уже они гранатометы начнут возить, там пулеметы, еще, еще, еще там что-нибудь, какие-нибудь ракеты привезут. Я говорю, это все, беспредел полнейший, уже азербайджанцы тоже возмущаются. Что это, пора Байрактары поднимать, мол, или пора Турцию привлекать, чтобы порядок навела войска. В общем, вот такая информация, что происходит в Карабахе. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.